Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня мы с вами продолжаем наш курс под названием «Видеэкология. Что для глаза хорошо, а что плохо?» Это уже седьмая лекция. Она называется «Агрессивная видимая среда». В прошлой лекции мы с вами рассмотрели гомогенную видимую среду. Это примеры, когда в поле зрения у человека мало зрительных элементов. Это торцы зданий, это стекло большого размера, это асфальтовое покрытие. А сегодня мы как раз коснемся, когда много элементов, другая крайность. Для того, чтобы продолжать нам лекцию, я познакомлю вас с терминами, которые мы будем использовать в нашей лекции. Итак, что же такое «Видеэкология»? «Видеэкология» — это область знания о взаимоотношении человека с окружающей видимой средой. Дальше. Это запись движения глаз. Здесь хорошо видно, что движения глаз состоят из быстрого компонента и медленного компонента. Вот быстрый компонент получил название «сакады» от французского слова «резкий рыбок головой лошади». Итак, «сакады» — это быстрое движение глаз. Я этот термин буду использовать в своей лекции. Нам еще с вами необходимо познакомиться еще с одним термином, а именно «автоматией сакад». Что это такое? Это свойство глазодвигательного аппарата совершать быстрые движения глаз с акады непроизвольно в определенном ритме. Теперь я продолжаю лекцию. И еще один термин, вот суть нашей лекции — это агрессивное видимое поле. Это поле, состоящее из множества одинаковых элементов, равномерно рассредоточенных на некоторой поверхности. И вот теперь мы переходим к примеру. Вот пример агрессивного видимого поля, состоящего из большого числа одинаковых белых точек на черном фоне. Это действительно агрессивное видимое поле, воздействует на человека неприятно, или человеку неприятно смотреть на это поле. Вот другой пример агрессивного видимого поля, состоящий из большого числа вертикальных линий. Ну, тоже неприятно смотреть на такое агрессивное видимое поле. Вот третий пример. Это самое агрессивное, можно сказать, состоящее из большого числа концентрических колец. Вот мы с вами познакомились с тестами. Эти тесты мы использовали при исследовании, при проведении исследований. А вот я вот перехожу теперь непосредственно к архитектуре. Вот это вот гостиница России, ну, теперь бывшая гостиница России, ее уже снесли. Значит, когда человек смотрит с противоположного берега реки в Москве и смотрел, то одно окно он видел под углом 0,5 градусов. И он практически не мог различить одно окно от другого, на какое он окно смотрит. А всего 800 окон одновременно вот в поле зрения. Напомним, что человек делает в секунду только два быстрых движения. Две сакады. Вправо, влево. И ему после каждой сакады необходимо зацепиться за какое-то окно. А за какое? Их так много, и они все одинаковые. Выделить одно окно на фоне, вот, общем, практически, так сказать, невозможно. Ну, а гостиницу снесли, и можно сказать, что мы избавили Москву от одного агрессивного видимого поля. Но проблема, к сожалению, на этом не закончилась. А вот с того же самого моста, с той же самой точки, но панорама Кремля. Панорама Кремля. Совсем иная визуальная картина. Радует цветовая грамма. Радует колокольня с золотым куполом. Кремлевская стена с башнями. Кремлевский дворец. Глаз перескакивает с одного элемента на другой. И каждый раз знает, куда он смотрит, что он видит. После саккады имеется возможность прочно зафиксировать свой взор. Архитекторы, по-видимому, в данном случае подходили совершенно разных позиций. В одном случае превалировала художественная, эстетическая сторона. И создали действительно прекрасный уголок Москвы. А в другом это технократия. Это инженерное сооружение. Где сугубо функциональное здание. Вот какие были подходы. И мы с этим в процессе нашей лекции еще не один раз встретимся. Вот теперь в практике градостроительства есть целые улицы. Представляющие собой непрерывную цепь агрессивных видимых полей. В Москве наиболее ярким примером является новый Арбат. Состоящий из гигантских домов. Книжек с одной стороны. А с другой стороны гребенки. Балконов. Вот дом такой вертикальный. Дело в том, что на книжку эту крайне сложно смотреть. Потому что она состоит из двух геометрических больших объемов. И любоваться просто невозможно. Потому что эти два крыла просто берут в объятия. С чем мы еще столкнемся более ярко. А более ярко на других примерах. Вот это вот москвичи не полюбили до сих пор. Хотя уже давно построили. И называют новый Арбат не иначе, как вставная челюсть Москвы. Ну, полюбить это невозможно. Можно смириться. Собственно, так оно и произошло. А вот это вот снимок с другой стороны. С другой стороны на эти же самые гигантские сооружения. И хорошо видно, что это инородное тело. Инородное тело вторглось в живую ткань города. Безжалостно, конечно, растоптав всю эту ткань. Это чудовищное сооружение явно находится в полном противоречии с храмом Христа Спасителя, на который человек пытается смотреть. Он быстро отказывается смотреть на вот эти вот прямоугольные большие объемы и тут же смотрит на прекрасные купола Храма Христа Спасителя и спасает свою душу от воздействия агрессивного видимого поля. Теперь вот этот вот старый объект архитектуры. Это просто как картинка с выставки. Здесь есть все для созерцания. Колонны, арки, окна, вход с навесами, крыши с характерными настройками. Все здания и каждый элемент его понятен, близок и мил душа человека. Как отмечал в своих трудах Лотман, эстетические переживания неравномерно распределены внутри культурного пространства. С этим нам легко согласиться. Однако же не до такой же степени, чтоб на одни объекты можно было смотреть и любоваться, а другие объекты вызывают головокружение, тошноту, рвоту. Это же различия гигантские. Вот сейчас мы посмотрим на Новодевичий монастырь. Значит, студентам архитекторов архитектурных институтов нередко внушают мысль о том, что архитектор должен знать о будущем и знать хорошо прошлое. Однако, когда сравниваешь вот этот уголок Москвы с новыми строениями, то невольно убеждаешься, что современные архитекторы строят как бы без учета прошлого опыта. Как прекрасен комплекс старинных зданий и как техногенен вид современных зданий. Кажется, что между ними пропасть и нет ничего общего. Современное здание разрушает связь текстов исторической застройки, воплощаясь в города Манкурты, лишенные исторической памяти. Значит, агрессивные видимые поля создавались по разным причинам. Вот в данном случае гостиница Узбекистан-Ташкенте. Стоял вопрос так перед градостроителями. Нужно создать сейсмический объект, сейсмическую устойчивость. И нужно в то же время обеспечить тепловой режим. Авторы нашли неплохой способ солнцезащиты, применим для этой цели своеобразной бетонной решетки, отставленной от стены. Хорошая аэрация, но при этом нанесли вред зрительному восприятию. Это типичное агрессивное видимое поле большого размера. Неприятный эффект усугубляется расположением под углом двух корпусов. Благодаря чему два агрессивных поля берут в объятия, приближаясь к гостинице человека. Поистине рябит в глазах при взгляде на гостиницу. Здесь уместно было бы повесить плакат с надписью «Смотреть не рекомендуется». Для создателя оказались видимые эффекты, а именно солнцезащиты, и невидимые дефекты. Хотя речь и идет о видимой среде. Здание, по-видимому, выдержит сейсмические удары, но неизвестно, выдержит ли оно возмущение горожан. И раньше создавали гостиницы большого размера, но не ущерб визуальной среды города. Вот еще одна гостиница. Вот здесь это объятие еще сильнее выражено, потому что это закругленная форма. Когда человек приближается, то он оказывается в полном окружении. 120 градусов поле зрения застилает вот это агрессивное видимое поле. 120. Я вам скажу, что сакады максимальной амплитуды имеют 15 градусов. Значит, мы никак вырваться не можем из этого вот такого окружения. Выскочить из плена с помощью сакад не удается. Даже поворот головы не спасает дело. Мы как бы попали, как под обстрел. Вот таких вот. Это вблизи та же самая гостиница. Зрительный раздражитель в этом случае достигает максимальных значений. Он может вызвать головокружение, тошноту, рвоту. А у людей чувствительный к подобным раздражителям может вызвать эпилептический им припадок. Мы далеки от мысли, что архитектор вот именно этого и хотел. В процессе творческого своего поиска. Наверняка, как и все его коллеги, он следовал триаде витрувия. А именно польза, прочность, красота. Два первых требования, по-видимому, удалось воплотить неплохо. Что же касается красоты, то тут вопрос сомнительный. Значит, агрессивная среда, порождаемая зданиями в городе, это не только наше национальное бедствие. Оно является характерной чертой большинства современных городов. В любой стране можно найти примеры такой среды. Это здание расположено на центральной улице в Пекине. Вблизи главной площади Тиняньми. Основную площадь фасада занимает 221 окно. Совершенно одинаково, из прямых линий. Ни одной кривой линии нет. Такое большое число окон создаёт мощное, агрессивное видимое поле. Чем любоваться не приходится. Всё ясно и понятно. Это, повторяю, сильный зрительный раздражитель. Он порождает огромный поток импульсов в зрительном центре. Это здание было построено, может быть, 40 лет назад. А это новое здание. Такое впечатление, что только что закончили к Олимпиаде. К Олимпиаде, глядя на это сооружение, можно с уверенностью сказать, что агрессивность годами повышается. Здесь больше одиноких элементов. Здесь больше прямых линий. Здесь больше плоскость. Здесь, конечно, больше воздействия на человека. Это воздействие не положительное. Это воздействие отрицательное. Смотреть на это здание тоже невозможно. И здесь можно повесить плакат. Смотреть не рекомендуется. Это и при том, что в Китае национальная архитектура имеет характерные черты. свои особенности. Это здание, безусловно, привлекает внимание человека. Это некий магнит, который притягивает глаза. Здесь достаточно разнообразие элементов. Здесь прекрасное цветовое сочетание. Все радует глаз. После каждой сакады глаз легко находит элемент для фиксации взора. Как бы сказал поэт Вяземский. И глядишь, и заглядишься, и глядеть все хочешь вновь. Весь ты зрение и любовь. Но, к сожалению, национальные черты уходят в прошлое. И в Китае, в Пекине, в частности, строят так же, как в Америке, в Европе, в Австралии. Туристу трудно определить, где он находится, в каком городе и на каком континенте. Архитектура стала интернациональной. Или, говоря другими словами, архитектура стала безликой. Вот это вот Индия. Город Бангалор. Это мои снимки. Это другая сторона с другой культурой. А в архитектуре этого мы не чувствуем. Мощные вертикальные конструкции доминируют в данном строении. Их много. Они все одинаковые, выполнены по линейке. Вверху конструкция обрывается на одном уровне. Во всем здании нет ни одной кривой линии. Смотреть на нее, фиксировать что-то после очередной сакады крайне сложно. Напоминаю я всякий раз, что у человека две сакады идут в секунду. После полсекунды глаз уже смотрит на другую конструкцию. А там она одинакова и совершенно никакой разницы. Опять мы встречаемся с безымянной архитектурой, не указывающей на ее принадлежность. А принадлежность в Китае. Вот в Индии что было. Вот такие купола. Какие прекрасные башенки. Все они работают на автоматив сакад. Практически после каждой сакады здесь найдется элемент для фиксации. В здании много арок, много малых плоскостей. Интересно решение цветовой гаммы. Ну а вот это, это чудо света. Тадж-Махал. Известен во всем мире в Индии. Мне удалось увидеть это чудо света. Впечатление незабываемое. Глаз не оторвешь. Опять же сделано под сакады все. И в частности под автоматив сакады. Это наш известный архитектор Константин Мельников. Он вот что сказал. Архитектура это игра для глаз. Точно сказал. Можно было бы чуть-чуть конкретизировать с наших позиций. Архитектура это игра для сакад глаз. Но это сути не меняет. Не меняет. Так вот здесь, вот здесь как раз игра для глаз в полной мере проявляется. Здесь все сделано для игры для глаз. Куда бы сакады ни направлены. Везде есть элемент для фиксации взора. Здесь просто достаточное число элементов. В итоге каждая сакада несет в душу квант красоты. Постоял человек у чуда света ну допустим одну минуту. 120 квант красоты вошло в душу. Одну минуту не постоял. Но если 10 минут конечно 1200 таких квантов красоты. Они то и составляют положительные эмоции. И оставляют незабываемый след. Хочется еще раз вернуться. Хочется еще раз увидеть это чудо света. И постоять около него. Вот тут этот пример показан как агрессивные видимые поля. Агрессивное поле вторглос. Ну можно сказать святая святых. В самый лучший уголок города в Москве. В Кремль. Это гостиница Россия опять же. Она вторглась в Кремль с башенками, куполами, шпилями. Это прекрасное, нежное, привлекательное творение рук. Оказалось рядом с агрессивной стеной огромного размера. Стена бездушная, безликая. Можно сказать нахальным образом вторглась в цветущий облик Кремля. Какой же чиновник, чиновничий беспредел. Что хочу, то и врачу. Теперь гостиницу снесли. Прошло, пришло прозрение. Снесли не по техническому состоянию. А исключительно по визуальным характеристикам. И правильно сделали. Правильно сделали. Вот я хотел обратить ваше внимание на вот какой момент. Глаз человека особенно не любит совершение здания прямой горизонтальной линии. Так как на такой линии ему не за что зацепиться. Это просто противопоказано. Но, к сожалению, такие линии встречаются. Еще одну особенность хотел обратить. Резкая горизонтальная черта создает четкую границу между застройкой и небом. На эту особенность давным-давно обратил внимание Арнхейм с психологических позиций. Резкая вот. Когда мы видим нерегулярный контур, особенно если он сформирован группами вертикали, подобной границы не существует. Утончение башен и шпили создает тот же эффект. Архитектура постоянно растворяется. Вот это очень важно. К сожалению, это, так сказать, архитекторы знают. Но почему-то проигнорируют. И сейчас действительно полно таких вот зданий, которые спорят с небом. Которые имеют резкую границу между небом и землей. Нарушают зрительное восприятие горожан, безусловно. Ну и ухудшают визуальную среду пространства, в котором человек обитает. На особой критике прямой линии подверг знаменитый архитектор Хундарт Вассер. Вот что он сказал 50 лет назад. Прямая линия – это нечто трусливое, прочерчено по линейке, без эмоций, размышлений. Эта линия не существует в природе. И на сквозь прогнившем фундаменте построена наша обреченная цивилизация. Любой дизайн, основанный на прямой линии, будет мертвороженым. Вот это вот стоит понять. 50 лет, больше 50 лет было сказано эти слова. Но, к сожалению, ими не руководствуются. И у нас сейчас примеров предостаточно, когда все построено из прямых линий. Это здание, которое удалось Хундарт Вассеру раскрасить. Здание у специалистов вызывает некие нарекания и дискуссию. Но с позиции видеокологии здесь все прекрасно. Художник правильно сделал. Он насытил пустую стенку из прямых линий. Он насытил элементами, цветовыми элементами. И создал прекрасное видимое поле. Но, я повторяю, и спустя полвека мало кто пользуется приемами Хундарт Вассера. А это так называемая большая арка, построена в Париже, 200-летию республики. Это было знаменательное событие. Был объявлен конкурс, было 500 проектов. Выбрали один и, на мой взгляд, не самый лучший. Авторы называли это большой аркой. На самом деле, никакой тут арки нет. Это большой проем, можно сказать. Большое прямоугольное какое-то некое просветом или проездом. Но ни в коем случае. Арка предполагает наличие кривых линий. А их здесь, так сказать, нет. Я называю это памятником, памятником конструктивизма. Им, видимо, мало было проектировщикам прямых линий. Так они еще носители агрессивны, видимо, с рядой справа и слева. Ну и что получилось? Туристов буквально разогнала эта арка. Там мало, мало туристов. Смотреть-то нечего. И я второй раз не поеду. Потому что один раз видел, ну хватит. Что на эти прямые линии, на агрессивные поля мне смотреть. Тем более, что я знаю, что это вредно для глаз. А вот на Эйфилю башню я непременно второй раз еще поеду. Это представиться возможно. Обязательно посмотрю и побываю на Эйфилю башню. Это прекрасное, прекрасное сооружение. Или вот это вот. Вы смотрите, сколько любви, сколько мастерства вложил художник. Это базилик на площади Сан-Марко. Сан-Марко, Венеция. Здесь для сакад можно сказать раздолье. Такое изобилие деталей, что глаз без устали перескакивает с одной на другую. И каждый день дали проездение искусства. А это значит сакада квант красоты. Еще сакада, еще квант красоты. Привнесенный в душу. И когда стоишь на площади душа, пьет алмазный ток окреста. Уходить не хочется. Ну вот опять мы перешли к этим зданиям, к этим зданиям агрессивно. Это бывшая гостиница. Интурист ее снесли. В ней были использованы худшие элементы. А именно прямые линии, прямые углы и большая плоскость. Именно этих элементов мало в природе. В природе нам нравится. Этих элементов мало и в старой архитектуре. Это нам тоже нравится. В пасмурный день это гомогенное поле. А в световой день агрессивно. Гостиницу тоже снесли. Правильно сделали. Она своим удручающим видом, конечно, носила вред Москве. А на этом здании поставили новую гостиницу. Ну конечно, это же гостиница. Совсем другое дело. Я, так сказать, расценил, что это просто удача градостроительная. Здесь прекрасный фасад. Богатая отделка. Использован натуральный камень. Над которым потрудились резчики по камню. Давно уже такого не было в градостроительной практике. Появились колонны. А их тоже, так сказать, не было. Это решение неплохое. Новая гостиница гармонирует с гостиницей националью. Рядом стоящие. Все положительно характеризует новая гостиница. И тем не менее. Вот, вы знаете, досадной ошибкой, на мой взгляд, явился тот факт, что вверху сделали такую прямоугольную, буквально на шклепку из стекла. Такое впечатление, что строили, строили хорошо. Потом вдруг подумали, что план по прямым линиям не выполняют. И давай насыщать верхнюю часть прямыми линиями. Но, тем не менее, это все-таки в целом смотрится гораздо выгоднее той гостиницы, которая была на этом месте. Гостиница «Энтурист» простояла всего 35 лет. Гостиница рядом на националье стоит уже сто... Сейчас скажу, 105 лет. 105 лет. И украшает город. Вот теперь я должен сказать, что снос гостиницы «Энтурист» и строительство новой гостиницы обошлось в 300 миллионов долларов. Вот эту вот цифру я как раз и привожу, конкретная цифра незнания принципов в виде экологии. Кстати, в Москве снесли 600 объектов за последние 10 лет. И из них примерно половина — это ветхое строение, а половина — по визуальным характеристикам. Хотел напомнить вот какую фразу. «Наука без практики мертва, а практика без науки слепа». Вот и получилось, что на практике где-то угадали и сделали хорошо, а где-то допустили промах. И промах. Не учли что-то. Всегда нужно руководствоваться, так сказать, наукой. Это надежно. Общественные знания. Известно, что архитектура точно отражает те нравственные ценности, которые главенствуют конкретный период времени. Господство моноидеи в нашей стране, в политическом ее устройстве, суровые насаждения, прямолинейный подход в решении дилектических вопросов, пропаганда аскетического образа жизни и борьба с архитектурными излишнистями неизбежно нашли свое отражение в архитектурной политике. Вот эти вот здания. Особенно, конечно, эти здания воплощались где? В крайкомах, гостиницах, стадионах, кинотеатрах. Это был своего рода социальный заказ. Воплотить социализм в архитектуре. Ну, вот так вот и воплотили. Памятники вождям революции, установленные перед крайком, не могли положительно повлиять на их конструктивистский вид. А сами, в большинстве случаев, терялись на фоне агрессивного, видимо, поля. Вот еще пример. Это два банка. Вверху это новый банк. Построенный из одних прямых линий. А внизу, внизу это старый банк. Это же событие, банк построить для города большой. И действительно, вот старый банк, он и украсил город. А вот новый банк, он, так сказать, состоит из прямых линий. И нечего здесь содержать. Вот. Здесь ничего, так сказать, нет. И когда смотришь с Октябрьской... Вот, когда москвичи оказываются на Октябрьской площади, то многие мне говорили, хочется побыстрее выскочить. Конечно, смотреть нечего. Эти агрессивные поля. И вот это вот агрессивные видимые поля не во всем. Это вот забор. И тоже по тому же самому принципу агрессивным. А ведь были какие решетки. Какой любовью это было все сделано. Это еще один пример агрессивного поля. Вот человек, кинотеатр идет для того, чтобы культурно обогатить себя. И первое, что он встречается, с неприятным воздействием на него агрессивного поля, которое создал архитектор Облицева вот такой вот плиткой кинотеатр. И раньше кинотеатр строили. Это вот кинотеатр Желтовского. Желтовский, кстати, сказал, что в архитектуре все уже придумано человечеством. Нужно брать готовое и внедрять. Но этого не делается. А вот это уже интенсивное строительство города Москвы. Привело к тому, что огромные территории застроены агрессивными домами. Визуальная среда таких территорий не соответствует нормам зрения. Об этом мы еще будем говорить. Об эстетической ценности таких агрессивных территорий и говорить не приходится. Мы можем со всей ответственностью утверждать, что это плохо для глаз, это плохо для души. Это сильный зрительный раздражительный. Он отрицательно, повторяю, отрицательно воздействует на человека. Ну, небольшим утешением, может быть, является тот фактор, что это не только у нас. Вот эти вот небоскребы, они тоже создают агрессивную видимую среду. Большое, большое число таких одинаковых элементов. Одни прямые линии, так сказать, и агрессивные поля. Ну, это, скажем, это стиль. Это делается везде. Это вот карта, так сказать, Москвы. Вот все, что синим, это неблагоприятная визуальная среда. А благоприятная только красная. 72% москвичей из новых микрорайонов заявили, что им хотелось бы куда-то уехать. Представляете, 72%. А 35% заявили, что им эти районы не нравятся вообще. Эта неблагоприятная визуальная среда порождает, конечно, большое число социальных проблем. Мы об этом поговорим. Вот, а хотел, нет. Чудовищный техногенный объект. Объект. Агрессивная среда. Вот здесь ярко выраженная горизонтальная линия. Такое впечатление, что здесь ни одного окна. А мы повторяем. Хундертвассер. Любой дизайн основан на прямой линии является мертворожденным. Так оно и есть в данном случае. Творческий процесс будто замер. Нет порыва, нет души. А профессиональный уровень тоже упал. Дальше, так сказать, некуда. По разным причинам, повторяю, создавали эти агрессивные поля. Вот облицовка. Облицевали торцевую часть стены. И тоже создали агрессивное поле, на которое смотреть невозможно. Еще пример. Вот это вот вроде бы и по цвету. Так, некие различия. Поиск такой творческий имеет место. Но, опять же, одни прямые линии. Одни прямые линии. Но из прямых линий невозможно создать что-то красивое. Это нужно знать. Это нужно руководствоваться этим. Это, так сказать, нужно воплощать. А мы не можем создавать некрасивость в городе. Потому что это формирует неблагоприятную визуальную среду. Так, теперь вот хочется поговорить о небоскребах. У нас появились уже, так сказать, небоскребы. Небоскребы выше 30 этажей. С большого расстояния это смотрится как два черных столба. Ну, каких-либо положительных эмоций они не вызывают. Ну, во всяком случае, у меня это точно. Смотреть долго не на что. Нельзя назвать этот небоскреб доминанты. По высоте он таковым является. Но по красоте, по привлекательности, ну, конечно же, нет. Вот теперь с близкого расстояния тоже можно видеть множество одинаковых окон, которые создают типичное агрессивное поле. Я не могу сказать, что это украсило, так сказать, не могу. Не могу. Хотя вот меня кое-кто пытается переубедить. Вот. Зарубежные практики небоскребы в большинстве случаев состоят из четких вертикальных линий. Вот один пример. Их много. Это мощное агрессивное поле, сильно воздействует на человека. Так строят в Китае, готовясь к Олимпиаде. Вот. Так строят в других странах. Это вот Сан-Франциско, где я недавно был. Ну, видно, что большая часть это, можно сказать, одноэтажная Америка. Или трехэтажные такие особнички, коттеджи. А вот группа вдали, это, так сказать, небоскребы. Да, небоскребы. Я попытался поехать туда, побыть внутри, что называется, небоскреба. Не могу сказать, чтобы я испытал какую-то радость. Могу вот заверить, что восторг был. Восторг, но он быстро прошел. А чем восторгался? Вот техническое совершенство, безусловно. Прямизна линия, взметнувшаяся выше. Отделка. Цвет. Вот. Вот это вот воздействует. Ну, это воздействует на, так сказать, новичка. Я же собирал, так сказать, план. Пришел для того, чтобы посмотреть, ну, аж как чувствует человек. Что он испытывает при этом. Не могу сказать, чтобы я много, так сказать, не испытывал радостей. И я побыл-то всего десять минут. А после этого пошел на трамвай. Вот. Отрицательный ответ получается. Отрицательное воздействие. Взгляд почти не останавливается на отдельном элементе небоскреба, а скользит. Скользит в поисках чего-то отличающегося. Но тщетно. Все элементы одинаковы. А, как мы знаем, для того, чтобы можно было любоваться, в поле зрения должно быть разнообразие элементов. Или как бы сказал, как бы сказал Булгаков, а Михаил, значит, однообразие смерть, разнообразие жизнь. И это вот воплощено в полной вере, в полной вере в небоскребу. Значит, в Сан-Франциско была конференция, посвященная экологии. И там очень много говорилось об экологических проблемах, экологических проблемах. Я потом был в Лос-Анджелесе, но уже не выходил из такси, не стал смотреть эти небоскребы внутренние, заходил. Так проехали, мне все ясно. Сказать, чтобы я еще, так сказать, приехал любоваться им, нет. Этого, так сказать, у меня, так сказать, не было. Вот сейчас пытаются закрутить вот так вот небоскребы. Все это оригинально. Но это не дает вот возможности избавиться от агрессивного воздействия. Оригинально. Это, так сказать, ничего не скажем. Вот из чего небоскреб, созданный под руководством президента Международной академии архитектором Георгия Стоилова. И назван экологическим небоскребом. Это уж меня особенно заинтересовало. Нам трудно согласиться с принадлежностью такого сооружения к экологическим объектам. Особенно с позиции в виде экологии. Вот. Тем более, что на международной конференции в Сан-Франциско небоскребы признаны самыми неэкологичными. По каким показателям? Первое. Для строительства небоскреба требуются дорогостоящие материалы. Дорогостоящие. Само строительство тоже дорогостоящее. Второе. Эксплуатация. Перемещение людей на лифте и подача воды требует огромных затрат. И третье. Когда здание приходит в негодность, то его нужно разбирать. Так вот, разобрать его невозможно. Невозможно. Прочно стоит. И особенно в стесненных условиях это невозможно решить. Мне трудно согласиться с президентом Стаиловым еще по той причине, что на открытии фестиваля зодчества в Москве Стаилов сказал, что многие проблемы города можно было бы успешно решить, если бы мы двадцатиэтажный дом положили на одну из сторон. Действительно. Это был бы выход. Не нужны нам небоскребы. В том числе и экологические. Назови как их угодно. Как угодно можно назвать экологические. А, кстати, вот сейчас пытаются придать какой-то вид зданиям. Вот это вот пример озеленения небоскреба. Я на конференции встретился с разработчиком этой идеи. Подарил ему, конечно, свою книгу. Его книгу приобрел по созданию таких вот экологических небоскреб. Зелень. То есть получается явная противоречия. Мы вначале от земли оторвались, а потом землю завозим на верхние этажи, чтобы создавать эту зелень. Но вы только вдумайтесь, какой трудоемкий это процесс. Это что нужно содержать эту зелень. Это нужно ухаживать за ней, обеспечить водой и прочее. То есть вот такие вот затраты в процессе эксплуатации. Вот для решения таких озеленений вот иногда создают вокруг небоскреба уже существующего. Вот такую конструкцию, на которую размещают зелень. Ну, искусственно, конечно. Смотреть не на что. Опять же, это решено все из прямых линий. Из прямых линий. Обидно, что мы от архитектуры настоящей сделали отступление. А теперь строим вот такие вот сооружения. Потом уже пытаемся исправлять. Это не нужно нашему городу Москве. Я выступаю категорически против. Спорю с градостроителями. Тут вот какая проблема. Дело в том, что у нас так много земли в России, что нам незачем строить небоскребы. Именно мы должны, что называется, распластаться по всей территории и входить в свой дом ногами без всякого лифта. Я, конечно, интересовался. И много лет уже интересуюсь. Ну, а экономическая выгода есть? Вот. Так вот, оказалось, что экономической выгоды нет. А в чем что-то дело? А дело оказалось только в амбициях архитектора. Архитектора, который построил много небоскребов, на вопрос, так сказать, на вопрос принца Чарльза, сказал, для чего строить высокие дома. Он говорит, хочется что-то построить самое высокое. Видите ли? Ему хочется. Архитектору хочется. А нужно это городу? Неизвестно. Мне кажется, это не очень, так сказать, нужно. И это во всех отношениях противопоказано. Не нужно нам создавать. Мы с вами привели достаточно примеров агрессивных видимых полей. Я в конце чуть-чуть подытожу. Подытожу. Это вот мы показывали агрессивные дома, расположенные на Новом Арбате. Ну, убеждаюсь еще раз и еще раз и на картинке, что смотреть тут не на что. И действительно, когда оказываешься на это, то многие горожане отворачиваются. Сейчас предпринимается усилие, огромное усилие. Как бы это улучшить? То есть второй этаж там сделать по одной улице, то есть внизу пустить машины, вверху пешеходы или наоборот. В общем, всякого рода такие вот. Но это затратно. Это крайне затратно. Ну, вот это вот мы тоже приводили. Это самый, можно сказать, агрессивный видимый вид. Повторяю, когда человек смотрит на это, то у мозга идет огромный поток импульсов. Но он-то не несет какой-нибудь положительной эмоции. И дальше, так сказать, само видимое поле, само здание ясно с первого взгляда. Рассматривать нечего. Любоваться нечем. Это техногенное сооружение. А здесь вот 1200 окон. Еще, так сказать, сложнее ситуация. И это тоже берет все в объятия. Ну, вот это вот мы заостряли внимание. Что с годами происходит что? Увеличение числа одинаковых элементов. Увеличение числа прямых линий. И увеличится плоскость. То есть площадь становится все больше и больше. А это значит, что в целом визуально-среда город становится менее благоприятным. Еще пример. О чем мы говорили? Мы говорили, конечно, вот эта арка. Эта арка обойдет как памятник конструктивизму. Как память ни одного живого места. Смотреть не на что. А повторяю, это был объявлен конкурс. И делали их 200-летию Республики Франции. А Эйфелева башня построена к столетию. Так вот, к столетию это все получилось удачно. А здесь, я бы сказал, не только неудачно. Это просто плохо. Ну, и крайкомы, это стадионы. Это все было воплощено в нашей архитектуре. Хотя я должен сказать такие же вещи повсеместно. Я не могу сказать, что наша архитектура находилась под большим влиянием коммунистической партии. Его создавало... Нет. Это создавало нечто неудобное. В принципе, эти элементы используются и в других городах. Я их видел практически в каждом городе. В каждом. Хороший центр Париж, но де фан смотреть нечего. И есть и в Праге такие. Есть и в Вене, в Австрии тоже такие. То есть, ну, повсеместное отступление. Тысячу лет архитектуре найдены хорошие приемы. Найдены хорошие находки. Но все это, так сказать, все это почему-то не востребовано. Ну, вот это показывал я кинотеатр. Люди идут обогатить себя культурно. И встречаются с первым, так сказать, с первым... Первое, что они видят, это неприятного, агрессивного вида вот такое вот здание. Ну, и наконец, вот эти вот гигантские пространства. Вот что с ними теперь делать? Нет живого места. Огромная территория. И огромная территория вся состоящая из одних агрессивных видимых полей, которые, повторяю, воздействуют на человека отрицательно. Мы в следующей лекции как раз об этом поговорим. Следующая лекция будет называться у нас «Социальные последствия неблагоприятной визуальной среды». Вот там-то мы, конечно, шире коснемся вопроса. Каким же последствиям отрицательным все это ведет? Я вам должен сразу сказать, опережая события, что если допущены какие-то, так скажем, требования формирования среды обитания человека, допущены, то непременно следуют глобальные процессы. О них вот как раз мы и узнаем с вами в следующей лекции, которая будет, повторяю, посвящена социальным проблемам. На этом сегодняшняя лекция у нас закончена. Я благодарю вас за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...